Здравствуйте, ребята, издатели. Собственно, я расскажу об основном проекте, которому занимаюсь последние несколько лет. Он называется «Научный корреспондент». Основная цель проекта состоит в открытой публикации выпускников квалификационных работ студентов. Есть негативная проблема в России с тем, что не очень это соотносится с знанием и умением выпускников, с тем, что с той колечкой, которую в общем-то получают выпускников. И часто берешь кого-нибудь на работу, думаешь, что вот, например, он уже в факе проучился 6 лет, вроде бы магистратуру закончил, наверное, он писать, а человек неет. А нет, нет. Хотя, вроде бы, тоже было, не знаю, три производственных практики у человека, и Литин, наверное, чем-то занимался. Может быть, чему-то и учили, но он до сих пор не учился писать. И я сейчас, кстати, говорю о, в общем-то, в таких уважаемых вузах, в которых, наверное, все-таки это должно было бы произойти какое-то... В общем, чему начало учиться должно быть? Таким вопросом, каждый работодатель, который, в принципе, брал как-то неудачу, и знает, что эта проблема, она во всех сферах присутствует, и, в принципе, сложно на что-то рассчитывать, когда ты только получаешь человека и люди. Ты точно должен чему-то его еще научиться. Вот, по исследованию вышки, в принципе, отсутствует какая-то нибудь связь между академическим образованием, и затем дальнейшая оплата выпускника, когда он, международная, устраивая цель работы. Кроме того, для девушек можно съесть специальный, то есть чем больше учишься, тем, скорее всего, потом у тебя меньше будет зарплата, а если, в принципе, получишь степень, то, наверное, у тебя остается только остаться в новой сети и получать, в принципе, 18 тысячи рублей в месяц. Кроме того, вот, экспедиция доверия к системе образования и, при этом, кажется, стремится получить диплом. То есть у нас очень важно иметь корочку, но не очень важно, в принципе, чему тебя научат за то время, которое ты придешь в университете. И эта протоксальная ситуация, в принципе, обесценивает эту самую корочку, оставляя ее, как и часть, то есть самая формальная отчетность, которую мы все, наверное, как раз с вами очень делаем. И, кроме того, есть вот масса проблем с писами, она никогда не делась, несмотря на то, что мы уже учимся два года, мы уже как раз в новой локе, из-за которой все работают в руках реальными плагиадами. Все еще, по данному типу плагиада, каждый день третью работы сейчас является списанной, уже не так попали списанные, как это было 10 лет назад, как мы просто поменяли 4-200. Но все-таки до сих пор, эта компиляция никак не то самостоятельное исследование, у которых идея должна быть как-то устанавливать. Может быть, отсюда и проблема того, что они не имеют. И вот мы решили, что, в принципе, может быть, есть какие-то способы, как-то ситуацию устраивать, и вероятнее может стать открытой публикацией на своих комплекционных работ и также конкурсное трудоустройство. То есть мы, с одной стороны, создаем мотивацию для человека реальному, потому что он должен сделать что-то хорошее, чтобы потом займу всю жизнь. Не гремела консервная банка с писанной работой, которая потом все равно, как мы знаем, найдет, и найдется человек, который захочет тебе это предъявить. И, кроме того, более понятную мотивацию сейчас, то есть какой-то приз в конкурсе может быть трудоустройство, может быть стажировка и, в принципе, привлечение внимания официально пропадать. Проект начался в формате «Позрачная система образования» в агентстве специалистических инициатив. Мы на маршине очень долгое стали, вот еще в 12-м году, когда было прочитано в интернете о публикации и диссертации. В принципе, тогда уже начнем статью на этих логовыми работами, но она, к сожалению, уже не зависла, и тот департамент, который занимался этой инициативой, был распорбирован просто в какой-то момент. С ним пропала и дорожная карта, и, в общем-то, на этом министерство забило на инициативу публикации этих логов. Все-таки, понимаете, вузов очень много, и что он решит, не очень понятно, сами даже те кто-то сомневаются в том, что они решат, кто-то особо не хочет ничего подразить. Ну и так, в принципе, я же, министерство тоже немножко страшно, потому что он уже, как бы должен следить, чтобы все было хорошо, а что там происходит. В общем, эту черную коробочку никто открывать довольно долго не хотел. Сестно, это тоже не горит. Но проект, на самом деле, был добрым Дведьем, Путиным, на как раз сомневаюсь, как раз, как бы для этого представитель Асидии. И какое-то время ничего не происходило. Дальше мы, как ассоциация, национальный издатель и пытались от проекта выназить, и после совещения в администрации президента с Андреем Курченко по предложению Сергея Конфинцова признать вайный проект «Востребное название». И уже в формате такой мотивации, типа давайте мы проведем конкурсы, в обликом работе на общественных конкурсах. Всю эту тему не знали. Но еще немножко до этого был проведен некий пилотный проект на форсизе журналистики МРО. Для учителя с администрацией всего этого иного, в котором вы здесь видели, в котором вам стоит заведующий кайфер в форсизе журналистики МРО. И в принципе это как раз была возможность поднять образование на кайфер, доставить студентов посидеть хорошо работать, собрать определенную базу данных и заодно всем повторить, что они действительно работают. Вот сейчас уже в течение получаются последних трех, наверное, лет все работы выпускников кайферы публикуются, также публикуются работы инспирантов, студентов, вы просто по-другому не можете ничего сдать. То есть прислать на почту не получится, давайте запросите сюда, там автоматически проверленный букет, если у вас там работа списанная, преподаватель просто не будет ломать глаза, потому что с вами так все гонят, вам нужно идти, чтобы люди не приписать. А в других случаях у вас есть еще возможность получить какие-то вызовы от коллег, ваша работа останется там и в принципе может быть даже кто-нибудь презентирует, может даже кому-то все-таки будет полезен, а не как обычно идет в стол преподаватель, который даже если ее почитал. кроме того, все, что публикуется на реакцигам, публикуется в открытом рецензии, это Creative Commons distribution, самый открытый бренд рецензии. они введены в гражданском кодексе творчество в России это все легально работает. Это тоже то, что очень сложно объяснить университетам и библиотекам, потому что они не всегда хотят верить в то, что открытый рецензий существует и что это легальный механизм российских федераций. Но вот приедем «комыс», запомнить изначки, это очень полезная вещь, если вы изобразоваем для рынкового сектора то, что нужно использовать. Проект востребованное образование завестили в 2012 году и тогда же сделали платформу научных перескандеров. Это собственно сейчас публикуется работа выпускников некоторых российских кузов. Вот одним из главных целей этого проекта было построение системы конкурсов, к которой я думаю мы теперь просто вернемся уже немножко позже после предврещения музыки. Нам немножко помог приказ 1636, но изначально помнилось, что он сделает обязательной публикацию работы. Сейчас получилось так, что все вузы сохраняют работу, и это тоже определенная бомба цельного действия, потому что они что-то сохраняют, как-то проверяют, но если в какой-то прекрасный момент многое строить прекрасный приверк всех вузов, скорее всего будет очень весело, потому что нас давно существует определенная система преподажа, 19-го деятельности студентов. И там будет уже неизвестно, кто у кого когда списал, как это произошло, кто виноват, кого может нужно отобрать, у кого. В общем, в какой-то момент может быть веселье, поэтому мы предлагаем как раз деаптивную публикацию, потому что 22-м веке это лучший способ защитить свои права на ваше произведение. Вы публиковали, уже нет никаких сомнений в том, кто когда и что. Первый университет, который к нам учился и стал Зампетербургский государственный университет, он возможен, потому что Реактор как раз активно приветствовал перемены и переход к прозрачности, и для него это был, в принципе, хороший инструмент просто взять и заставить всех открыться и решать те проблемы, которые, в принципе, возникают. Более того, испугуясь делал новый порядок защит. Чтобы подтвердить тему работы, вам нужно получить ее от работодателя и подтвердить ее с работодателями. То есть нельзя просто взять и описать в чем-то, что никому не нужно и неинтересно. Таким образом тоже придали больше смысла тому, что производят студенты. Работа привыкуется сначала в репозиторическом группу, потом они все продаются к нам вручный происходят, и там привыкуются смысловые рецензии к помощь живью же нам поможем. То есть только первое использование это связано в первую очередь с тем, что правы риски несет в зарядной организации и что вы их представляете со своим стремлением и открыть все как можно сильнее. Но и все таки вовремя им не доходят дети. Второй университет стал Болгу. Вот. Вам сейчас публикована первая партия работ. Упускников 2017 было около 1000. У них система немножко проще чем с Google. Так как там с Google довольно сильные юристы, которые не хотят никаких рисков. Кажется, что дент подписывает соглашение на бумаги, очень длинные, с всеми условными использованиями. Google все гораздо проще. Нужно просто поставить галочку в системе при физику с работой. И на этом, в общем-то, все хорошо и уже нужно упрековать. Нашим проектом даже отчитались президенты. Это довольно интересная история. Мы писали на Минобор науке аналитический доклад о том, как мы с Минобор науке оказывается последнее что-то активно делаем для того, чтобы кого-то привлекались в Российской Федерации. То есть вы действительно с нами. Крымский Федеральный Университет пока думает. Они не решились. Несмотря на то, что проректор по учебной деятельности нам уже сказал «да», то там ректор решил, что все-таки пока мы не готов в университет погадать, что там происходит, что в шестрах не уступит. Но я думаю, что мы сейчас поднимемся к этому вопросу с ним даже. Вот сейчас это все называется проект вообще происходят. Мы поднялись в соглашении с университетом о том, что арабакт будет опубликован на нашей платформе вне зависимости от того, где будет состояние, где а то, как нет. нет. Потому что, например, то, сколько он размещает работа в государю, то, как его размещает так и свои EBS. То есть получить доступ можно только через наш научку, если вы научитесь меня. и со студентом уже вопрос управы решает сам университет. Он, как правило, его подписывает в соглашении, либо добавляет опцию при загрузке работы. Кроме того, студент любого вуза еще может сам на себе на нашу платформу просто зарегистрироваться и опубликовать свою работу. У меня нет никаких препятствий. Если ваш учитель готов и вы считаете, что вы можете, то welcome. Никаких проблем с этим нет. Кроме того, у нас сейчас находится много конкурсов. Параб инициативы работают посвященные университетам. Путь в профессию есть вещественных инициатив Powering инициатива по крайней мере агент инициативы убеждал вас, что обратит внимание обладателей на те работы, которые там будут опубликованы. Но там по крайней мере не так много. И наш конкурс ВК. Мы просто приглашаем всем опубликовать все, что у вас осталось после защиты. Там есть призы не очень большие, но их довольно много. Просто чтобы чувствовать вкус к тому, чтобы выложить то, что выложить с вашего ящика вашего стола. чтобы кто-то смог это прочитать и использовать в дальнейшем эти вести. Ну, вот еще оптим ФРС. Все, что у нас обликуется в школе, резервируется здесь. если не пропадет не пропадет в разных местах. Внутри сложнее будет. Поэтому не надо думать, что публикуешь. сейчас сейчас мы делали профиль вузов на сайте вузов и уже некоторые начали распробоваться, как какие у нас студенты будут работают на переходах вторая делать соединение университета без участия наших поздравочек. И вот с нами подписалось ну, на самом деле четыре, можно сказать, федерального университета, потому что коменды Северного Арктического, Казахского и Северопадкасского уже мы говорили с университетом. И туда прилетели в конце этого месяца торжественного месяца. Кроме того, мы с нами подписались в Северного Арктического государства и так давно подписались соглашения с Китисом, которые помогут работать в факультете, когда студенты что-то пишут, а не просто делать проекти. В общем, процесс пошел. Чем дальше, темнее все становятся больше. В принципе, верим, что очень-очень скоро все ведущие будут все так или иначе присоединяться, остальным останется только в честь, потому что понятно, что если это видимость того, что-то не так. И Северопадсон, кстати, тоже выражен, он считает, что это хорошие последние. Сейчас рассмотрение о том, чтобы сделать обязательную операцию инвестиционной работы мы не знаем, чем это хотел хочется, но в принципе, этот проект инвестиционный период и мы, в принципе, очень надеемся, что это придет до того, какого-то общественного финала, хотя сейчас те инвестиционные которые есть тоже у нас больше устраивает. Но все надеемся, что это неинтересованно приобретет все так. Спасибо большое. Можно задавать вопросы.